АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А ты морку-то можешь сыграть? Я две морки. Давай! Ну, нафиг этот шоппинг. Далеко в Европе. Надо дома тратить капитал. Серьги и браслеты, платья и жакеты. Я в сельпо супруге покупал. Вот так. Оно и видно. Боже. Зато дешево. Я забыла надеть фартук. О, я ж купил его тебе в Вологде, дура ты. Прит-э-порте? Прит-э-порте купил. Фартук купил, то прит-э-порте ему. Прит-э-порте купил, а что, так нельзя. Вот, ты забыла. Режешь, а фартук не накупаешь. Потом это гадится все. Я опять должен в Вологду ездить покупать все. Всем колхозам не спеша Закупились кореша Шо-шо-шо-шо-го-ем Это очень хорошая новость, и наверняка мы используем ее для «Песни дня». Войдет. Вот очень хорошая новость, на мой взгляд. В Хабаровске директор вуза сдавала сессии вместо сына, севшего в Испании за решетку. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора института экономики Дальневосточного государственного университета путей сообщения ДВГУПС. Сокращенно, как еще раз? ДВГУПС. Которая на протяжении двух лет заставляла преподавателей ставить ее сыну студенты оценки ни за что. Сам юноша тем временем отсиживал срок в испанской тюрьме за мошенничество. Вот такая новость. В камере моей светло, пусть далек родимый дом, матушка в тюрьму ко мне молча принесет диплом. Я думаю, что я вот такая, она такая, это же испанская тюрьма. Да. Не самое легкое место на земле эти. Они с утра начинают с этого. На прогулку. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, пойму-ка. Поэтому, а еще и испанский выучить тоже. Ты знаешь, что они по-испански? Конечно. Скажи. Мадрид. Правильно. Это что? Столица. Москва, значит. Севилья. Севилья? Под Мадриди. Новосибирск переводит. Чего ты? Что ты? Новосибирь. Дурачишка какой-то. Ну, 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 вот, а у меня есть такая песенка тоже вот об испанской тюрьме. Песня о маме и зимулка земерка. Да давно уже взялся на гордовое обстрел. Мадре. Первое слово. Главное слово в испанской тюрьме. Мадре. Образование прямо в Испании даст тебе. Бе-бе-бе-бе. Пока вы там разминались, я написал прям песню плач, песню крик. Давай, песня крик. Хабаровск. 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 Живет там удивительный директор института экономики. Счастье и беда его тем временем в Испании на нарах. И муку несет и отраду, но к маме не знает пощады. Два года она вместо сына экзамен сдаёт. А где? В ДВГУПСЕ. Срочно на рекламу. Срочно на рекламу. Так, продолжаем. Тихо. Что? А вот сейчас я вам расскажу ещё одну легенду, которая стала на наших глазах легендой практически. Друзья, в матче английской премьер-лиги полузащитник Арсенала Андрей Аршавин забил в ворота Ливерпуля четыре мяча, установив тем самым рекорд для российских легионеров в своей стране. Ещё, ещё. Любопытно, машите на меня. Любопытно, что блистательная игра россиянина в конечном счёте не помогла Арсеналу выиграть. И у Ливерпуля матч так и закончился. Четыре-четыре. Аршавин четыре. И весь Ливерпуль четыре. Песня. Всё. Специально для Михаила. Да. Так как эта новость его задела за живое, мы приготовили песню, которая вас тоже заденет за живое. АПЛОДИСМЕНТЫ Сердаки. Шава, забил им шава, забил им шава, забил им питерский зенит. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот знаете, как он пальцем-то вот так делает, он же сам себе придумал вот это. Да. Причём, когда первый гол забил, вот так сделал. Второй гол забил уже вот так сделал, третий уже вот так сделал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Представляешь, что будет счёт, например, 25-30, например. Так. И он как бы... И что будет делать? Все свои пальцы испортят. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот. АПЛОДИСМЕНТЫ А я вот такую прям... Вот такая у меня прям... Можно ли сейчас прям... Вот прям... Прям сейчас прям можно прям. Бумага тянется к перу. Наоборот. Это перо, дурак. Пирог-бумагия. АПЛОДИСМЕНТЫ ПИРОГ-бумагия. Понеслась. Дай. СМЕХ Вот это. Легко на сердце... Нет. Ну, такую прям... СМЕХ Это идут тысячи человек прямо... По Петербургу сейчас... СМЕХ СМЕХ Не поют эту песню? СМЕХ И они прям... Легко на сердце, от первого гола... Второй как будто из казачных снов, Гол третий это учебник футбола, А от четвертого просто нету слов. Все так, потому что Андрей Аршавин, Андрей Аршавин, я не могу, понимаешь? Он тебя все равно не слышит, он слышит меня, а соседи сейчас придут. А я вижу его, вот он, вот он идет среди зрителей, Андрей Аршавин, это Юрий Гагарин нашего футбола, понимаете? А кто тогда Белка и Стрелка? Белка и Стрелка это Виктор Анопка, Виктор Анопка это Белка и Стрелка. А Виктор Анопка тебя сейчас слышит? Надеюсь, что нет. Никогда, ну сейчас ты не кайф, ну и ладно, пожалуйста, пресс-конференция, с удовольствием. Вот вы употребили в своей песенке, вот в этой маленькой, такое слово учебник футбола. Учебник футбола, да, я определил, а? Так вам понятнее? Нет, нет, не понятнее, как можно себе представить, учебник футбола, что там нарисовано? Берешь, пинаешь вот сюда. Дурак ты, отправила главой вот это, обводка, например. Ну-ка, что это? Так, читаешь, обводка. Показал вправо, ушел влево. Оп! Хорошая учебница. А, вот так бывает. Чеканка, например, буква Ч. Так это азбука у вас такая. А, футбольная азбука. А я изучал футбол по азбуке. Футбольная азбука. Скажу честно, я остался на азбуке. А, Аршавин. А, Аршавин. Б. 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 Бараны. Не туда бьют. Баранов был такой футболист. Б. Б. В. Ворота. В. Ворота, да. А, Ва, 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 Ва. Гэ дальше идут. Гэ, гол. Дэ, дриблинг. Е, лучше играть надо. А, ё. Ё, это туда, ну, понимаешь? Как акцию. А, мэ, что? Мэ, Михаил Шац. Футбол. Один из величайших обозревателей футбола. Продолжаем праздновать, Андрей Аршавин. Продолжаем. Пожалуйста, Татьяна, какие вы подготовили к этому величайшему празднику? Российского футбола. Танцы, стихи, пожалуйста. Может быть, песня? У меня песня. Какая у тебя? Про Пикадилли. Я сейчас... Вы про Пикадилли эту песню уже? Про Пикадилли. Сейчас про Пикадилли. Давайте. Нуткость. Всех ливерпульцев Аршавин Порвал нам британский флаг А вот дальше. Жал, жаль, играл он в Варшаве А рифмом было б ништяк. А что, не песня, что ли, Варш? Песня. Песня. Я считаю, что это хорошая новость. Ее нужно закончить хорошей песней-гимном. Тире каким-нибудь еще таким, знаете, хитом. Поэтому предлагаю так. Наш Аршавин в арсенале Показал всем, как играть. Как его не опекали Умудрялся забивать Аршавин Раз, два, три, четыре Всех играет лучше в мире Он герой и молодец Аршавин Раз, два, три, четыре Всех играет лучше в мире Он герой и молодец Оле, 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 оле Айми чемпион Оле, 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 оле Аршавин Супергерой Спартак тоже чемпион Так Продолжай, друзья Великолепный замес Сделан в песню дня Вы знаете что? Новость такая Товарищи, Госдума Может запретить курение в подъездах И в квартирах Как может запретить? А вот так Они что, говорили об этом? Теперь будешь курить на кухне Прям в курилке у себя не говорили об этом В Госдуму уже внесен Соответствующий законопроект Господи, чем они там занимаются Чем они его внесли туда? Злостные нарушители Могут быть оштрафованы И даже выселены на площадку Вот туда На балкон Курение в подъездах, холлах И на лещи всех клетках живых домов А также в квартирах Без согласия всех собственников Ты не собственник Это наша квартира Или наниматели Может оказаться под запретом Вставай Не надо сидеть Давай закурим Товарищ потной Пошел ты нафиг Товарищ мой Март А теперь все А теперь все действительно В 85 году помните, как с пьянством боролись? Мы это помним Для начала запретили упоминание пьянства во всех фильмах, книгах, газетах Иду, па-па-па-пам-пам-пам-пара Иду, па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам Вообще бы надо, но я иду Па-па-па-пам-пам-пам Пришёл И всё, и... А вот это, вот это Но если есть в кармане пачка Значит всё не так уж плохо А это почему? А чтобы в рифмах была Мы же в рифмах, с тех же, понимаешь? Если у нас нельзя петь про курение в песнях Значит надо курева вообще заменить на что-нибудь другое Похожее, чтобы было такое же Что-нибудь полезное Позитивное Морковка Морковка, например И вот И куда её? Морковка Не, ну... Не куда её, сразу куда её? Тебе... Не куда её Вот взял, погрыз и всё Нет, это сигареты И чесняща этого, скажи в рот А морковка? И полезно, и приятно Наш спонсор Овощная база 28 Нет, морковка И полезно, и приятно Я бы так Немножко поконкретнее Наш спонсор Морковка И такие Раньше были По-конкретным, да? Знаете, всякие места для курения были? Да Сейчас будут места для грызения И получается Иду Грызу Погрыз Пришёл О, как-то жизнь налаживается И будут не перекурой А перегрызу Правильно Пойдём, перегрызём эту тему? Пойдём Ты такую Морковищу такую Ты сегодня будешь какую грызть? Я сегодня буду Light Морковочку Приходишь в ресторан Говорят Простите, вам места для грызящих или нет? Для нагрызающих Да, для грызачих Или вот, например Будьте добры Дайте мне, пожалуйста, этот, знаете, модный ножик такой Обрезать морковку Да В кончике Ты не взотяг морковку? Нет, не взотяг И тут ботла такая висит Как ботла? Ты обрезал её? Дурак, не с той стороны обрезал Чего? Ты мне говоришь? Я тебе говорю Ты с той стороны обрезал Миша Это ты не с той стороны обрезал Моя бабушка грызёт морковку Грызёт морковку Бабушка моя Это... Ну а чё? А я считаю... А у меня папа, между прочим Тоже грызёт? Её грызёт морковку Он её на тёрочке И что? И в нос? Хороший такой... Ой, каDI А представляете... Это всё в морковке А у Чер... Черчилль, Черчилль Помните такой баклажан такой? Баклажаны нельзя И что? Подошёл такой У неё там такая печка Печка горит вот покажи еще раз черти очень похоже на щелкучка реально я тебе можно скажу как он зажигал себе да давай брался сигарету у него подходил к этому доменной печи работал специально металлургический комбинат и так а песня такая сиреневый туман по дому проплывает сияет огонек сигарки как звезда консьержка не нудит консьержка понимает подъезде я курить бросаю навсегда все бросили эту дурацкую привычку бросили давай сашка что у тебя подготовил меня узнаете ого-го накипела заходи а ты давай как будто как будто ты самолет и заходишь прямо на текст зашел так подожди дураку еще не пристегнулись все пристегнулись и давно летишь уже заходишь прицелился и престарелые американские астронавты упорствуют второй круг пошел двоеточие было почему упорствуют инопланетяне есть а власти все скрывают понимаешь нет астронавт говорит я же всем с первом году между прочим летал я куда он летал расскажу на луну да ты что это тот самый этот эдгард митчелл 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 да они не тут там трое было один вышел сказал луна я куда привезли меня он не то он вышел один и вот так вот и улетел и улетел да вернулся все многие пара получается короче в семьдесят первом году этот эдгар слетал туда на луну вернулся и не верит сейчас что нет у нас инопланетян на земле он их видел что ли он их во первых видел во вторых он до сих пор видит и в третьих он переживает почему другие не видят знаете предлагаю прямо с песенкой отбить как бы охотно я бы хотела очень отбить пожалуйста давайте встретил я вчера у речки на летающей дощечке трех зеленых человечков ты мне веришь или нет конечно а правительство все знает но усиленно скрывает потому что они тоже с неизведанных планет ты не веришь или нет да вот вот понимаешь завязался разговор ну интересно я считаю что все мы немножко инопланетяне я теорию панспермии поддерживаю сейчас давно ты ее поддерживаешь как только узнал о ней сразу расскажи поподробнее я вам объясню да вот дай-ка мне я один у тебя не осталось целых яблок дай половину эти объясню сейчас на примере знаете как детям показывают например очень хорошо да была планета пустая и красная так марс да нет наш 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 грязюка вот была планета и тут они планетянитки семена такие бум на похоже на голубей сейчас тогда не семена а что ну кому чё бог послал смотри и потом на земле возродилась жизнь из этого и то есть мы все с вами являемся родственниками инопланетян и когда-нибудь они за нами приедут за нами приехали из их отходов мы выросли что ли по вашему кто из чего знает да уж тебе то надеяться не на что чтобы оправдать себя в глазах общественности сейчас я спою песню по этому поводу пожалуйста в юном месяце апреле старом парке тает снег а мне утром повстречался голый синий человек я предлагаю перейти к основному написанию песни дня который так и будет называться песни дня поэтому сейчас на рекламку и обратно уже с песней ну что песня дня готова стиль вот стиль такой аля аля сюткин аля сюткин и так песня дня 23 апреля 2009 года мы такие в трое типа и начинаем запрещать курить в подъездах нам совсем не след это для людей полезно а для нервов нет не идет товар в европе а у нас глуши бабы сразу как накопят купят живачи чудеса в решите в сызране самаре в аркуте чудеса в решите а мы всегда на высох у испанцев злые судьи сел в тюрьму сынок за ребенка в институте мать мотает срок все чем день прошедший славен струнами звенья мы забили как оржавин в эту песню дня чудеса в решите новости теснятся на листе чудеса в решите а мы всегда на высохе на высохе на высохе на высохе Пора спускаться.